вот вам бы понравилось если переехав из шумного города в тихий уютный городок вы столкнулись бы там с еще большим беспределом чем на старом месте жительства вот и шерифу джо андерсону это вовсе не понравилось всем привет вы на канале культовое кино и пока в нашем прокате перекате поля хоть какой-то отдушиной является стриминг где недавно появились посланники ада в которых нам предстоит увидеть следующую историю в небольшом тихом городке куда недавно переехал из шумного нью-йорка новый шериф жизнь текла неторопливо и размеренно до тех самых пор пока туда не наведались культисты в поносного цвета робах и не вызвали из глубин ада демона начавшего пожирать местных жителей одного за другим и новому шерифу мечтавшему о тихом спокойствии сельской местности пришлось с горсткой выживших противостоять исчадию ада и его верным слугам трейлер посланников ада пестрил именами культовых жанровых актеров прошлого века и обещал нам непринужденную хоррор-комедию что лично меня и подкупило заставив ленту посмотреть однако в реальности фильм оказался не совсем таким как продавал нам его трейлер легкие комедийные элементы например в нем есть только в самом начале а потом уже ни о каком юморе речь не идет ибо большинство персонажей убивают довольно кроваво и по серьезному а нет вру и во второй половине фильмы еще присутствует одна забавная киношная отсылка но не более и хотя в картине действительно есть все заявленные в трейлере жанровой знаменитости экранного времени у них за исключением отлично сохранившийся адрианы барбо совсем немного и большинство из них убивают очень быстро и исключительно тупо как например мег фостер который в отличие от адрианы наоборот сохранилась крайне отвратительно при этом несмотря на то что фильм идет всего 84 минуты и нигде в плане динамики не провисает многочисленные разборки с культистами во второй его части довольно однообразные ибо разворачиваются по одному сценарию а сами эти культисты абсолютно одинаковые внешне и ведут себя как под копирку ом 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 что естественно не добавляет зрителям интереса наблюдать за их действиями а что касается вызванного ими в начале фильма демона то его здесь по сути слили также как многочисленных жанровых пенсионеров экранного времени у него практически нет полностью его нам никогда не показывают и убивают в конце исключительно тупо для галочки а и а а а а а а а одним словом на хрена его было из ада вообще вызывать непонятно Но понятно, почему эта картина дебютировала на стриминговом сервисе Туби, став одним из Туби Ориджиналс. Для театрального проката у фильма слишком банальный и знакомый многим зрителям сюжет, и явно небольшой бюджет, который, впрочем, кинематографисты использовали очень рачительно, в техническом плане сделав компетентную работу. Который как раз идеально подходит для видео, ТВ и стриминга, но не для кинопроката, даже несмотря на тонну известных имен на плакате. Отрадно, конечно, видеть, что культовые жанровые старички до сих пор в строю и активно работают, но жаль, что многих из них так быстро и откровенно тупо в этом кино утилизируют. А персонажи Адрианы Барбо в конце фильма вообще забыли, уходя в закат, на самом деле в рассвет, но не суть, без нее. Хотя буквально минуту экранного времени назад она была жива-здоровехонька и тоже была бы не прочь свинтить из захваченного культистами города. Посмотреть Hellblazers, которым я ставлю оценку 3 с плюсом, в принципе можно, хотя бы ради уже упомянутых мной ветеранов и действительно неплохого качества всей продукции. Скучно вам, скорее всего, не будет, но вышеперечисленные недостатки не позволяют мне поставить ленте оценку выше, как не позволяют мне и дальше работать без отдыха. Поэтому ближайшие две недели мы с вами не увидимся. И это время вы можете потратить на просмотр каких-либо фильмов из тех, что я тут для вас оборзел. Эээ, конечно же, обозрел. Вот. Подписывайтесь на канал, если тут впервые, ставьте лайки, дизлайки. И увидимся снова через пару недель. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok